Я предлагаю вам посмотреть сюжет моего коллеги Ансара Дудургова, который побывал на международном фестивале «Золотой орел», который, кстати, проходит ежегодно в городе Назрань. Смотрите, наслаждайтесь, не переключайтесь, ну а мы продолжаем наше путешествие. Международный фестиваль-конкурс искусств «Золотой орел» уже проводится в шестой раз. В него входят творческие коллективы из разных уголков страны, каждый из которых должен был представить суду несколько номеров в различных номинациях. Конкурс объединяет творческую молодежь из разных регионов России, различных национальностей и возрастов. Откуда вы приехали? Ростов-на-Дону. Мы приехали из города Азова, это Ростовская область. Из Гусь-Крусального. О, круто! Какие вы красивые все. Спасибо. Как давно ты занимаешься? С первого класса. Я занимаюсь около трех лет. Мне это очень нравится. А это что у вас? Это патроны. Тут же ничего нет. Так они так и должны быть. Это кавказские традиции. Почему я себя чувствую тупым, блин? Далила, ты что, в твое место? Нет, я ослеплю просто от красоты. Через номер мы всегда. Это она мне. Это мне. Волнуетесь? Да. У меня все пересохрало. Нет, когда уверен в своем танце, не будешь волноваться. Ты еще не выступила? Еще не выступила. Волнуешься? Сильно? Не переживай. Все свои. Да волноваться вообще не нужно. Допустяк. Вы же не первый день выступаете? Не первый, но у нас первый танец, это был первый раз. Первый танец, первый раз. Ну, логично. А вы волнуетесь? А, хорошо. Какие-нибудь пожелания есть? Как бы, я считаю, что люди должны заниматься тем, чем они хотят. Потому что, как бы, желание и труд, все перед трудом. Спасибо. Я к честному. В жюри входят режиссеры, музыканты, известные хореографы. Требования к участникам конкурса различаются в зависимости от их возраста и номинации. При оценке учитываются музыкальность, костюмы, техника, пластика движений и сложность в выполнении танцевальных элементов. Какие танцы вы будете показывать? Когда мы станем взрослыми и деревнями, мы будем выступать. Сейчас. Вот сейчас. Как давно ты занимаешь танцы? С первого класса. В вашей команде чисто девушки, да? Да. А потом они могут? Были, но они все получили. Я все это говорю. Что? У нас были, но они учитываются. Давай, передай. Привет. Кому ты хочешь передать? Я дизаун. Кому? Я дизаун. Я дизаун. Привет. Самое сложное, это, наверное, собрать себя все мысли в кучу и выложиться на 100%. Потому что все равно есть волнение, есть какие-то такие недоумения. Вдруг что-то забудешь, вдруг костюм не так сидит. Надо все собрать, смотреть вперед, улыбаться и нести свою красоту в себя. Это самое сложное, да? Да. Это нужно играть и танцевать сразу. Нет. Вика должна мне кинуть гармонь и я должна ее словить. А я в конце танцевала. Вика должна кинуть тебе гармонь, ты должна словить и начать танцевать. Да? Почти. Это очень сложно, это очень трудно. Кто вам усложнил этот номер? Елена Васильевна. Снимите Елена Васильевна. Участники проекта в Ингушетии пробовали несколько дней и успели посетить соседние регионы. Вы знаете, где вы сейчас находитесь? Да. В Чечне. В Северной Осетии. В Ингушетии. В Ингушетии. В Ингушетии. В Магасе вы были? Да. Сейчас вы находитесь в Назране, такая город Назране, это Ингушетия. Да. Мы все очень рады вам, что вы сегодня приехали. Конкурс включал тур по трем республикам Ингушетия, Северная Осетия, а также Чечня. Некоторые не повезли, потому что не собрался народ, потому что некоторых не отпустили, некоторые просто куда-то уехали на каникулы. И каникулы, каникулы должны быть на Кавказе, в горах, да, девочки? Ага, хорошо. Желаю всем вам успехов. Спасибо. Желаю вам всем удачи. Не волнуйтесь, это с начала. Давай. Итоги конкурса будут объявлены 29 апреля. Победители ждут дипломы, кубки и статуэтки с символом фестиваля «Золотой орел». Чем отличается наш фестиваль? Фестиваль – это не только соревнования между собой, это квалификационный метод. Поэтому каждый получит свою оценку согласно своему выступлению. Проект «Дети 21 века» создан специально под таким названием, что дети 21 века – это любой возраст. От нуля до 120-ти, 130-ти и выше. Поэтому это все мы являемся детьми 21 века. И каждый может принять участие, показать свое творчество людям, поделиться своим искусством.